Основные положения Осаждение в поле массовых сил – это разделение неоднородной системы по признаку различия плотности ингредиентов под действием сил инерции или электростатических сил. Расчеты разделения ингредиентов под действием массовых сил можно выполнять по формулам для разделения в поле силы тяжести с последующим умножением скорости осаждения на фактор разделения – отношение центробежного в ускорение к ускорению свободного падения. Осаждение в поле центробежных сил осуществляется в отстойных центрифугах периодического или непрерывного действия. Из последних наиболее распространена шнековая центрифуга. Для разделения эмульсий применяют сепараторы. В настоящее время сепараторы изготавливают исключительно тарелочными. В них разделяемая эмульсия течет в малом зазоре между тарелками – это уменьшает критерий Ренольдса при течении и блокирует перемешивание осадки с декантатом путем реализации только ламинарного течения. Пыли и суспензии разделяют в циклонах. Циклоны для разделения суспензий называют гидроциклонами. С уменьшением диаметра цилиндрической камеры циклона увеличивается его разделяющая способность, но уменьшается производительность. Особенно ярко это проявляется в гидроциклонах. И поэтому их устанавливают батареями из нескольких десятков штук. Общие сведения. Кроме сил тяжести, основными массовыми силами используемыми для осаждения являются центробежные и электростатические силы. Осаждение в поле центробежных сил – это разделение неоднородной системы по признаку различия плотностей компонентов под действием сил инерции. Применяют для интенсификации разделения суспензий, эмульсий и дымов. Интенсификация разделения обусловлена увеличением ускорения продукта. Для оценки этого увеличения применяют показатель, называемый фактором разделения F, который представляет собой отношение ускорений в полях центробежных и гравитационных сил. Для создания поля центробежных сил используют два технических приема. Первое – поток жидкости или газа вращается в неподвижном аппарате. И второе – поток поступает во вращающийся аппарат и вращается вместе с ним. В первом случае процесс называется циклонным, а аппарат – циклоном, во втором – отстойным центрифугированием, а аппарат – отстойный центрифугой или сепаратором. Электроосаждение называют также электрофильтрацией. В электрофильтрах между пластинами или соостными патрубками, находящимися под напряжением около 90 кВт, ионизируется газ, и его ионы движутся к противоположным полюсам. По пути они адсорбируются пылевыми частицами, которые увлекают их с собой. Достигнув противоположного электрода, частицы пыли с ионами нейтрализуются, оседают на поверхности электродов и при встряхивании падают вниз. Электрод, ионизирующий газ, называется коронирующим, а светящийся слой газа вокруг него – составным элементом сложного явления коронного разряда. Центрифуги. Центрифуги в зависимости от частоты вращения бывают нормальными с фактором разделения около 3000 и скоростными называемыми ультра или сверхцентрифугами, где F достигает нескольких десятков тысяч. По режиму работы центрифуги классифицируют на устройство периодического полунепрерывного и непрерывного действия. Отстойная центрифуга периодического действия состоит из барабана 1 с конической частью, бортом или ободом 2, днища 3 и корпуса 4. Суспензия заливается в барабан, уровень ее ограничивается диаметром борта 2. После приведения центрифуги во вращение более плотные твердые частицы осадка располагаются на внутренней цилиндрической поверхности барабана, а декантат ближе к оси вращения. При опускании днища подъеме барабана над ним в корпус центрифуги сливается декантат, а осадок сползает вниз по конической поверхности днища. Выгрузка сахара из центрифуги без специальных выгрузных устройств трудоемкий процесс. Облегчение выгрузки сахара из центрифуг достигается в так называемых саморазгружающихся центрифугах. Ротор такой центрифуги состоит из цилиндрической и конической частей. Угол наклона образующей конической нижней части ротора принимает больше угла естественного откоса от фугованного сахара, что обеспечивает саморазгрузку последнего под действием сил тяжести. Ротор загружается утфелем при работе центрифуги, а сахар удаляется при ее остановке. Саморазгружающаяся центрифуга периодического действия состоит из головки 3, на которой висит ротор 7, центрифуги с запорным конусом 10, распределительным диском 11, вала 4, вращение ротора, лебедки 13, с рычажной системой 12 для подъема запорного конуса, устройство 6 для промывки осадка, кольцевого барботера 8 и сегрегатора 9 для диспергирования осадка. Заданное количество суспензий загружается в центрифугу измерного сосуда 2 и равномерно распределяется по окружности ротора 7 посредством распределительного диска тарелки 11. Цикл работы центрифуги включает периоды загрузки, пуска, собственно центрифугирование, отстаивание в поле центробежной силы, торможение и разгрузки. Отношение времени собственно отстаивания Тау нулевое к общему периоду цикла Тау цикла называют коэффициентом использования центрифуги Фи. После включения приводного двигателя и достижения частоты вращения ротора равной 230 оборотов в минуту открывается шиберная заслонка и суспензия полотку поступает в ротор центрифуге. После загрузки ротора до заданного объема, в данном случае после перехода всей суспензии измерной емкости в ротор, электродвигатель набирает максимальную частоту вращения, при которой и протекает процесс. Продолжительность процесса регулируется реле времени. После окончания процесса центрифугирования через некоторый промежуток времени включается электромагнитный клапан и ротор поступает в вода для промывки осадка. После промывки и пропарки осадка двигатель переключается на меньшую частоту вращения и центрифуга начинает тормозиться. При частоте вращения 50 оборотов в минуту включается механический тормоз, а электродвигатель выключается. После остановки ротора электродвигатель переключается на обратное вращение ротора. При достижении ротором частоты вращения равной 70-100 оборотов в минуту поднимается запорный конус и слой осадка сползает с конической части ротора. После этого начинается следующий цикл работы. Мощность на валу центрифуги рассчитывается для периода максимального ее потребления. Этот период соответствует разгону центрифуги. Потребляемая в этот период мощность определяется через работу затрачиваемую на ускорение вращающихся масс. Общая работа складывается из работы ускорения барабана центрифуги, ускорения суспензии в ней, потерь на трение в подшипниках и трение о воздух. Работа А, затрачиваемая на разгон барабана до окружной скорости В при радиусе барабана R определяется интегрированием элементарной работы ДА на привод точки с массой ДМ на текущем радиусе R. Мощность, затрачиваемая на ускорение барабана, рассчитывается по обычной формуле N равно А, деленное на Тау . Аналогично определяют мощность НМ, затрачиваемую на ускорение суспензии, заполняющей барабан в объеме от радиуса R0, внутренний радиус кольцевого слоя суспензии до внутреннего радиуса барабана R. Мощность, затрачиваемая на трение барабана о воздух и суммарная мощность на валу центрифуги рассчитывается по формулам. Мощность электродвигателя выбирают с запасом 10-20% значения суммарной мощности. После разгона мощность, потребляемая центрифугой, уменьшается до значения. Центрифуга шнековая непрерывного действия. В ней суспензия поступает на разделение через питающую трубку в полом валу и попадает в зону шнекового барабана через питающие окна. Дисперсионная среда движется к широкой части барабана. Осветленная жидкость удаляется через сливные окна в торцевой крышке, а осадок дисперсная фаза продвигается шнеков два в обратном направлении к разгрузочным окнам, через которые он выбрасывается центробежными силами. В конической части барабана происходит также отжим и осушка. Центрифуга содержит барабан 1 и шнек 2, вращающиеся в одну сторону, но с разными скоростями. Разность частот вращения составляет от 100 до 300 оборотов в минуту. Вследствие этого суспензия, поступающая в центрифугу через центральную трубку 3, разделяется на дисперсную фазу, отбрасываемую на внутреннюю стенку барабана и дисперсионную среду в воду, размещающуюся ближе к оси центрифуги. Дисперсная фаза сдвигается лопастями шнека на меньший диаметр к выгрузному отверстию. Дисперсионная среда стекает через отверстие в правом торце барабана и регулирующую шайбу в отводящий трубопровод. Сепараторы. Это устройство для разделения эмульсий. Различают сепараторы периодического и непрерывного действия. Непрерывный процесс характеризуется повышенной производительностью, но нуждается в особой организации. Дело в том, что в сепараторе существует вторичное перемешивание разделенных потоков легкой и тяжелой фракции, движущихся один навстречу другому. Их перемешивание ухудшается, если эмульсия вводится на некотором среднем радиусе между внутренним R0 и максимальным Rn, равным наружную радиусу барабана. Теоретически существует радиус входа Rv при вводе эмульсии, на котором ее компоненты разделяются без вторичного перемешивания. На этом радиусе давление P1, создаваемое центробежной силой легкой фракции эмульсии, заключенный между радиусами R0 и Rv, уравновешивается давлением P2, создаваемым тяжелой ее фракцией, заключенный между радиусами Rv и Rn. Согласно закону Паскаля, это давление передается к поверхности радиусом Rv и уравновешивает давление P1. Практическая реализация этого условия осложняется невозможностью ввести эмульсию строго на радиусе Rv из-за отклонений фактических значений плотностей от расчетных и другими факторами. Поэтому предложено использовать двухступенчатое сепарирование. На первой ступени радиус входа гарантированно смещен в одну сторону от расчетного значения, а на второй – в другую. При этом в первой ступени сепарирования один из продуктов разделения получают чистым, а второй – загрязненным. Во вторую ступень поступает загрязненным и удаляется чистым второй продукт, а остатки загрязненного первого продукта направляют на вход первой ступени. Сложность таких сепараторов приводит к поискам других способов сепарирования. Наиболее распространенный современный способ сепарирования – разделение в тарельчатых сепараторах с коническими тарелками. Малое расстояние между тарелками – 0,3, 0,4 мм для молочных и 0,8 мм для дрожжевых сепараторов – приводит к тому, что в зазоре между тарелками реализуется ламинарный режим течения. Более тяжелая фракция течет по внутренней поверхности конусов тарелок, а более легкая вытесняется к наружной поверхности смежных с ними тарелок. Вследствие этого эффект вторичного смешения потоков существенно уменьшается и удается получить достаточно хорошее разделение компонентов эмульсии. Эмульсия вводится через приемник в центральную трубку сепаратора и по отверстиям в тарелках распределяется между ними. Легкая фракция отводится из сборника вблизи оси сепаратора, а тяжелая отбрасывается к стенке, где радиус тарелок максимальный. Частота вращения роторов сепараторов составляет 5-6 тысяч оборотов в минуту. Диабетры барабанов 250-300 мм. Фактор разделения – 3-4 тысячи. Большая поверхность осаждения тарелочных сепараторов, суммарная площадь всех тарелок, обеспечивает высокую их производительность. По сравнению с гравитационными отстойниками они характеризуются значительно меньшими размерами, быстротой протекания и стерильностью процесса. Сепараторы можно применять не только для разделения эмульсий, но и для отделения части дисперсионной среды от низкоконцентрированной суспензии. При этом дисперсная фаза суспензии должна оставаться влажной. То есть ее концентрация не должна превышать 10-20%. Такое отделение дисперсионной среды с последующим разбавлением в выделенной дисперсионной фазе называют промывкой суспензии. Циклоны. Это устройство для разделения пыли и суспензий. В них реализуется вихревое движение и отделяются частицы повышенной плотности. Такие частицы перемещаются на большой радиус вращения и при соударении со стенками их движение гасится, а сами частицы падают вниз. Траектория движения газовой струи и твердых частиц в циклонах сложные. В цилиндрической части циклона на участке H-U поступающая через патрубок смесь закручивается, образуя вихрь, и одновременно движется вниз. В конической его части, на участке H-K поток вначале опускается, а потом, продолжая вращаться, поднимается и удаляется через центральный цилиндрический патрубок. Твердые частицы, скорость которых гасится при соударениях со стенками корпуса, опускаются вдоль стенок и удаляются через нижний патрубок со шлюзовым затвором. Газовый поток, вошедший в циклон в тангенциальном направлении к внутренней поверхности его цилиндрической части, закручивается в нем, сохраняя неизменным момент количества движения. Переходя на меньший радиус вращения, поток должен пропорционально увеличить окружную составляющую скорости, то есть должно выполняться равенство. Центробежное ускорение газовой среды в зависимости от радиуса рассчитывается по формуле. Если представить тангенциальное отверстие на входе в циклон простым трубопроводом, направляющим внутрь циклона газовую струю со скоростью v, то угловая скорость газа в циклоне определяется выражением омега равно vr на rv, где rv – радиус входа тангенциальной газовой струи в циклон. Центробежное ускорение, метр деленный на секунду в квадрате, на этом радиусе рассчитывается по формуле. Скорость осаждения частиц в циклоне определится по общей формуле осаждения в поле силы тяжести при замене ускорения свободного падения центробежным ускорением. Как видим, скорость осаждения увеличивается с уменьшением радиуса входа струи в циклон при постоянной скорости входа vr. Как и во всяком сложном процессе, при очистке взвесей в циклонах действует у много факторов. Поэтому для его расчета и проектирования целесообразно использовать экспериментальные зависимости, представленные в критериальной форме. Эффект разделения в циклонах определяется двумя критериями – Фруда и Стантона. Экспериментальные исследования циклонов позволили оптимизировать их характеристики. Для одного из типов циклонов оптимизированы относительные размеры, представленные на рисунке. Однако приближенно оценить необходимые размеры циклонов можно и на основании другой методики. Для повышения эффективности осаждения целесообразно уменьшить диаметр циклонов и при уменьшении диаметров для сохранения производительности необходимо увеличивать число параллельно работающих циклонов, то есть устанавливать их батареями. Предложено множество компоновок циклонов в батареях по 20 штук. На рисунке, которое вы видите на экране, представлена одна из возможных конструкций таких батарей. Для технологичности изготовления в данной батарее тангенциальные вводы газа в циклоны заменены шнековыми. Подобные батареи циклонов применяют для очистки воздуха от сахарной пыли, сухих частиц барды, сухого жома после сушилок, удаления из газа крупных взвесей и другие. Гидроциклоны применяют вместо отстойников и центрифуг для разделения жидких неоднородных систем. Их преимущества – это малая занимаемая площадь, простота конструкции, невысокая стоимость и легкое обслуживание. Устройство гидроциклона аналогично устройству аэроциклона, но оптимальные их размеры несколько иные. Процессы в них аналогичны. Объемный расход суспензии через гидроциклон можно вычислить как расход через входной патрубок. Во время слива уходят частицы имеющие некоторый максимальный размер, который является постоянной характеристикой циклона. Мощность насоса гидроциклона должна обеспечивать заданную производительность Q и необходимое давление. На эффект разделения главное влияние оказывает отношение диаметров патрубков нижнего ДН и выходного ДВ, также расположенного по оси циклона. Обычно принимают соотношение нижнего и выходного патрубков равное 0,37-0,40. Диаметр выходного патрубка принимают равным 0,14-0,30 Д большого, где Д диаметр камеры. Диаметр выходного патрубка принимают от 0,2 до 0,167 Д большого. Угол конусности гидроциклонов для разделения суспензий принимают равным 20 градусов, а гидроциклонов для сгущения и осветления 10-15 градусов. Разделяющая способность гидроциклонов как и аэроциклонов увеличивается с уменьшением их диаметра. Поэтому в зависимости от осуществляемого процесса выбирают следующие диаметры камеры гидроциклонов. Для классификации Д большое 300-350 мм. Для сгущения суспензий, когда требуются повышенные центробежные ускорения, Д большое 100 мм. Для осветления, где необходимо создавать наиболее сильные поля центробежных ускорений, Д большое 10-15 мм. В последнем случае циклоны называют мультигидроциклонами. Мультигидроциклоны также объединяют в батареи. В этой видео лекции мы рассмотрели процесс осаждения в поле действия сил инерции и электро осаждения. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе новых видео. А на всяческих успехов и до новых встреч!